виталий приветствую тебя наш традиционный эфир по вторникам как и всегда обсуждаем рынки фундаментально с учетом тех ключевых событий которые на повестке предстоящих торговых сессий говорим позиционно это не обязательно косочный трейдинг часто подсвечиваем сделки с таким среднесрочным прицелом друзья все это делаем для вас чтобы у вас было побольше новостных вводных опять же побольше точек зрения мнений ищите золотую середину самая верная тактика добавляйте точнее фильтруйте через ваше представление о рынках и конечно же все это нужно паковать в конкретные торговые сделки с учетом соблюдения классических правил риск меньше мы свидали об этом постоянно говорим ну что поскольку вторник только опять же с точки зрения ключевых фундаментальных событий недели только начинается вчера не было ничего сегодня у нас заказан товар длительного пользования точнее не у нас у американских статистиков также до конца недели еще будет релиз блок статистики ввпм индекс расходов на личное потребление личные доходы личные расходы мичиганские индексы пятницу стресс-тесты еще по моему в среду на памяти или в четверг в среду наверное поздним вечером если ориентироваться на московское время тоже будет интересно посмотреть не думаю что конечно же будут какие-то прям сюрпризы но кто знает все-таки нужно чтобы протестировали ключевые звенья американской банковской системы если будут какие-то все-таки неожиданности то нужно будет делать вывод о том что есть определенного рода последствия вот этого кризиса банковского сектора который заразился некоторое время назад и может быть нам снова опять же представится возможность вот эти трудности банков спроецировать на будущее решение финн резервы попробовать еще снова задать себе вопрос нужно ли американской экономике еще несколько повышений ставки опять же до конца этого года ну ладно давай по порядку начнем с индекса доллара идем демонстрации экрана индекс американской валюты сейчас снижается текущей котировки 102 14 то есть фактически с локальных максимумов которые были сфиксированы буквально несколько дней назад мы видим то что инструмент не двинул выше 103 пунктов идет пока что коррекция я как продавец доллара рассчитываю на то что эта коррекция в конечном счете перерастет в дальнейшее продолжение нисходящего это движение которое наблюдалось на протяжении больше чем месяца я полагаю что индекс доллара в конечном счете придет к поддержке 101 100 пунктов и может быть даже в самое ближайшее время по отчетам сегодня как уже отметил ждем заказа на товар длительного пользования прогнозом цифры будут так себе и вообще если посмотреть на ожидании трейдеров по всей статистике сша макроэкономическая макроэкономический фонд скорее всего разочарует и нужно понимать что каждый слабый отсчет будет влиять на вероятность повышения ставки в июле сейчас она очень высокая 75 процентов но нечто подобное было напомню и в июне поэтому если статистика будет также портить настроение трейдером как это было в июне до заседания федрезерва может быть эта вероятность также пойдет на спад и в конечном счете к июльскому заседанию которое состоится в конце месяца мы снова подберемся с вероятностью изменения процентной ставки которая будет где-то в районе нуля ну не обязательно столько же конечно же но в общем вероятность будет недостаточной чтобы фрес сделал еще один шаг по ужесточению политики я допускаю даже что если ставка будет повышена в июле это будет последний повышение в этом году и наверное возможности еще одного повышение ставки уже заложено в курсе доллара если бы он имел возможность на этом подрасти он конечно же был уже торговался выше 103 пунктов ну видим этого позитива уже недостаточно в чем-то другом позитива я сейчас в отношении американской экономики не вижу поэтому предлагаю на этой неделе быть особо внимательными к статистике тут же открывать инструмент фэдвотч смотреть как отчет повлиял на вероятность повышения процентной ставки я остаюсь скептиком в отношении доллара и считаю что американская валюта будет дальше снижаться так британская валюта очень мне нравится этот активов против доллара я ранее рекомендовал там смело покупать пару с целями 1.30 среднесрочные целевые ориентиры потому что был расчет на то что банк англии повысить ставку не как ожидал рынок на 25 байсных пунктов а на 50 байсных пунктов в принципе это и произошло но сожалению реакция была какая-то вялая мы увидели первый импульс движение в район почти 1.28.50 потом буквально еще ищительные минуты пару везли вниз к отметке 1.27 сейчас я снова выкупает я думаю что повышение ставки на 50 байсных пунктов стало подтверждением того что банк англии будет активно бороться с высокой инфляцией потому что не нужно бороться мы все знаем что она находится на пиковых значениях особенно базовых потребительских цен 7.1 процента максимум с 1992 года в августе сентябре жду также повышение ставки на одном из этих заседаний даже на 50 байсных пунктов и на фоне еще снижение курса доллара полагаю что все-таки у британской валюты сейчас путь наименьшего сопротивления это движение вверх по рыночному сантименту по-прежнему толпа в продажах и как бы еще один аргумент за то чтобы данный риск чувствовал себя сейчас неплохо так далее еще я хотел прокомментировать пару доллар канадец только потому что на этой неделе канадский доллар будет валюта валюты за которые трейдеры будут следить из-за содержания экономического календаря буквально сегодня мы ждем отчет по инфляции в канаде опять нас еще будут данные по ввп напомню что в начале этого месяца банка канада неожиданно для всех после паузы решил поднять ставку на 25 байсных пунктов до 475 и тогда на пресс-конференции руководство руководство банка канады дало понять что ставка скорее всего снова будет повышена вот на следующем заседании то есть на июльском заседании на 25 байсных пунктов тогда это оказало внушительную поддержку канадскому доллару который собственно продолжает укрепляться и двигается в рамках вот этого нисходящего тренда по паре доллар канадец то есть укрепляется против американского доллара я сегодня думаю что этот отчет который выйдет по инфляции может стать дополнительным триггером укрепления канадского доллара если он не поможет тут пятницу будет еще поддержка в виде данных по ОВП и вкупе еще с восстановлением цен на нет во что я верю и с учетом снижения курса доллара полагаю что здесь будет точно такая же цель как по паре фунт доллар то есть 1.30 по фунту и здесь тоже 1.30 то есть фактически ожидание по снижению еще на 120 фунтов это вот основные инструменты на которых я рекомендую сосредоточиться на ближайшей торговой сессии ну что будет дальше я думаю уже обсудим тогда во время следующего эфира Виталий слово тебе всех приветствую ну по поводу фунта в принципе какие альтернативы еще возможно почему он показал снижение после такого агрессивного поднятия ставки трейд трейдеры видят и другую сторону то что в экономике все плохо да и поэтому возможно не будут играть и против фунта даже на таких агрессивных ставках вот если взять пример аналогичный прошлой неделе это турецкая лира да там цб поднял ставку на 6 половиной процента или насколько я не помню и лира все равно показала космос да то есть вот это как как аналогия тоже нужно скажем это брать во внимание ну давайте пройдемся по по рынку разберем те инструменты которые я говорил прошлый раз какие отработались какие не отработались и до видения рынка ну давайте начнем с так давайте начнем с такого инструмента как эфир да то есть по эфиру прошлый раз мы торговались в районе 1700 долларов а вот здесь вот на этой отметочке и я дал рекомендацию на покупку по данному инструменту цели называл 1800 1900 мы эти цели две сделали очень красиво очень красивый инструмент отработался я вовремя перевернулся по биткоину по эфиру на покупки последние две недели так скажем потому что до этого я был таким медведем по этим инструментом и скажем повезло словить вот эти коррекции которые длились два месяца и по биткоину мы как видим обновили предыдущие максимумы которые были весной текущего года кто ранее не покупал эфир в принципе можно дальше рассматривать его на покупку но я бы работал на пробой и 1930 вот этих максимум да потому что секущих мы можем и его скорректировать достаточно сильно или уже по факту так как сейчас присутствует зажатие цены вниз если выровняем то там можно этот инструмент рассматривать на покупку но ориентир 1930 на пробой дальше что я еще говорил говорил я по инструменту евро доллар в прошлый раз покупать выше 1.09 с целью 1.10 мы это все сделали на текущий момент если рассматривать доллар на рынке то у меня такое мнение появилось оно достаточно агрессивное но я пока с ней буду работать ближайшие ближайшую неделю две посмотрим как оно отработает или сломается данная идея то есть я беру за отправную точку индекс доллара там уже по отношению к другим валютам там уже корректироваться можно корректироваться у меня есть еще мнение что вот это движение которое было по индексу доллара в мае то есть восходящий такой тренд импульсный он был как триггером который на ближайшие несколько месяцев возможно развернет вот этот такой среднесрочный нисходящий тренд и поэтому вот это движение которое длится в июне это как вариант я рассматриваю коррекционное движение в мае и в ближайшее время возможно на этой неделе мы должны уйти наверх по данному инструменту поэтому я со своей точки зрения советую покупать индекс доллара с целями среднесрочными в район 104 50 и 106 альтернативы какие могут быть если мы сломаем вот эти минимумы которые были у нас в районе 100 105 получается вот здесь то в таком случае я уже скажем откажусь от того сценария которым я говорил от покупок да и буду дальше работать на снижение так как у нас индекс доллара может так хорошенько уйти вниз есть куда ему падать поэтому обязательно соблюдать риск менеджмент можно как ориентир даже брать по стоп лоссам вот минимумы которые были у нас на прошлой неделе в районе 101 там где-то примерно 50 вот этот минимум если мы его сломаем можно туда пока ориентироваться как по рискам сейчас у нас идет коррекция в этом импульсе здесь бы для идеальной точки покупки подождать что мы проторгуем в этом импульсе который образовался в четверг пятницу прошлой недели так дальше по золоту вот здесь идея у меня не сработала на прошлой неделе я работал на покупку вот где-то в этом сегменте я советовал покупать золото не сработало уже в конце недели прошлое я перевернулся в медведя так как мы пробили вот эти минимумы и на текущий момент я являюсь медведем по золоту и советую шортить его ориентир у нас можно взять 1938 это такая буферная точка все что ниже я предлагаю шортить возможно какие-то будут ложные выносы наверх но цели у меня среднесрочные по золоту в район возможно 1850 возможно 1800 возможно и ниже но это такие ближайшие цели по данному инструменту у нас в принципе как видим если сравнить другие инструменты ну там если которые коррелируют евро доллар золото S&P 500 то золото это единственный актив который отстает от других скажем инструментов евро показал рост S&P показал рост а золота нет то есть видно что нету здесь интереса по данному инструменту поэтому пока я за такие у меня две две рекомендации это покупка индекса доллара и шорт золота среднесрочном ну и плюс какая еще была идея в прошлый раз которая отработалась на отлично это доллар рубль по доллар рублю я советовал покупать его ориентир ставил 8350 уровень ключевой поддержки то есть это максимум получается апреля текущая весна мы их пробили закрепились очень красиво отторговались то есть раз два три четыре пять шесть семь ну там семь восемь дней мы отторговались и в принципе на событиях которые были на выходных рубль с открытия понедельника показал такой небольшой геп да наверх но еще там немножко протащили в принципе до уровня 87 с копейками мы добили я эти цели в принципе ставил возможно и выше посмотрим пока кто ранее не заработал на этой идее возможно ли дальше покупать эту пару в принципе в принципе да пока пока мы не сломаем 83.50 уже картинка не такая красивая потому что здесь был у нас красивый импульс накопление и это накопление коррекционное оно себя отработало будет ли дальше продолжение банкета оно уже такое идет очень очень сложно сказать ну и также пару юаня рубль аналогично говорил покупать и он в принципе еле добил вот эти цели которые я ранее озвучивал еще 12 пунктов то же самое здесь как и по доллару рублю пока ориентир 11 можно так сказать 60 уровень поддержки локальной выше него еще остается в силу дальнейшие возможные покупки но тоже уже по сравнению с прошлой неделей сейчас картинка более сложная потому что была отработка вот этого накопления наверное спасибо Виталий за рекомендации за точку зрения ждем статистику сегодня по штатам и в принципе как я уже отметил до конца этой недели еще несколько релизов в том числе и по канадскому доллару тебе спасибо за то что охватываешь большое количество инструментов то есть реально можно собрать из этого портфель с учетом всевозможных сценарий на финансовых рынках поэтому надеюсь друзья вы пользуетесь этой возможностью если есть особое пожелание в комментариях пишите какие инструменты прямо точно хочется чтобы мы разобрали я думаю что мы с Виталием с большим удовольствием без каких-либо трудностей сделаем это Виталий тебе огромное спасибо за то что нашел время включился к эфиру обсудил рынки со мной дал рекомендации хорошего тебе закрытия недели и выходных до скорых встреч всем всем удачи пока 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 удачи